Добрый день! Мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И мы начинаем очередное видео по оперативной обстановке за прошедшие сутки. И сегодня у нас на календаре 20 марта, киевское время 19 часов. Итак, оперативная обстановка. В оперативной обстановке резких изменений не произошло. В основном ситуация на всей линии фронта более-менее стабильная. Даже есть тенденция к уменьшению количества атак со стороны противника. Самая горячая линия или огненная дуга, как я ее называю, она остается неизменной. Она от Купенска и до Маренки. Пока что на Запорожском направлении есть небольшое движение. Но это мы сейчас обсудим. Итак, по порядку. Количество атак за прошедшие сутки у нас снизилось до 69. На всех горячих оперативных направлениях. Я думаю, что это может быть связано в том числе и с визитом китайского лидера в Москву. Почему? Потому что вряд ли Россия готова сегодня... Путин готов демонстрировать сегодня свою агрессивность на линии фронта. Тем более, что Китай публично высказывается за прекращение огня и вообще за остановку этой войны. Поэтому можем предположить, что в ближайшие, ну до среды включительно, это два дня визит по 22 число запланирован китайского лидера. Мы можем, скорее всего, будем наблюдать некоторое снижение интенсивности боевых действий на основных оперативных направлениях. Таких как Купинская, Лиманская, Бахмутская, Авдеевская и Марьинская. Противник, ну по порядку с севера начнем. На севере у нас ситуация стабильная, без изменений. Единственный раздражитель и наше, как бы, отвлечение внимания, это постоянные взлеты и посадки МиГ-31, который базируется в Мочулищах на территории Белоруссии. И почему? Потому что самолеты являются носителями ракеты Кинжал, соответственно, с их взлетом и посадкой мы вынуждены объявлять воздушную тревогу по всей территории Украины, потому как дальность пуска ракеты Кинжал, я напомню, 2,5 тысячи километров. То есть они покрывают всю территорию Украины. Являются, ну заявлены они как гиперзвуковые, можно точно сказать, что сверхзвуковые. Поэтому на сегодняшний день пока что в Украине нет комплексов, которые бы успешно могли бороться с баллистическими ракетами. Давайте сразу оговорим вот этот пуск ракеты, якобы состоявшийся или не состоявшийся, электронный пуск ракеты, некоторые его называют. Дело в том, что невозможно засечь имитационный пуск ракеты. Технически это невозможно, потому что как такового пуска нет. Если же летчики проводили имитационные пуски ракет, то это заканчивалось нажатием кнопки в кабине пилота и срабатыванием устройства, которое дает команду ракете на старт. То есть сбрасывает ее с крепления самолета и соответственно дает команду на запуск маршевого двигателя самой ракеты. И она продолжает свое движение. Если это были имитационные пуски, то никакая ракета никуда не сбрасывалась. Если это были не имитационные пуски, некоторые издания и некоторые источники говорят, что засекли ракету скорость 1400 км в секунду, ну огромнейшая скорость. Но вопрос, а куда же она тогда делась? Где эта ракета? Куда она улетела? Дело в том, что средства ПВО наши, они не могут ее сбить, но они ее видят. Они видят курс и должны дать точку ее падения. Этой ракеты. Если это была учебная ракета с головным весовым макетом, учебно-боевая ракета, то все равно она должна была упасть. Это же материальная вещь, это же не иллюзорная какая-то штука. Так что здесь единственное изменение ситуации, это в том, что возникают разные интерпретации раздражения нашего общества путем взлета и посадки вот этих самолетов МиГ-31, которые находятся на аэродромах в Белоруссии. В остальном обстановка стабильная, мы наблюдаем друг за другом, обе стороны усиливают в инженерном отношении свою государственную границу. Мы и они, обе стороны, и белорусская, и наша, украинская, проводим учения с войсками прикрытия государственной границы и готовы к любым нештатным ситуациям. Что касается Слобожанского и Северского направлений, то тут обстановка тоже не меняется, идут обстрелы. К сожалению, это, будем так говорить, это слабое место Ахиллеса Бапита наше, когда Российская Федерация может использовать тактику ведения боевых действий, которую они отрабатывали на протяжении 8 лет вдоль линии разграничения по Минским договоренностям. А мы постоянно объявляли в основном в одностороннем порядке прекращение огня. Здесь немного ситуация другая в том плане, что здесь не линия разграничения, выписанная непонятно кем, но подписанная нами. Здесь государственная граница Украины, и поэтому обстрелы идут через государственную границу, но ситуация такова, что политическое решение наше состоит пока в том, что мы не отвечаем. Мы не наносим удары, официально не наносим удары по территории Российской Федерации. Поэтому обстановка остается неизменная, наши населенные пункты или наша территория обстреливаются. За прошедшие сутки были обстрелы во всех трех областях, досталось довольно большому, более 20 населенных пунктов или территориальных громад, так будет правильнее, потому что в большинстве разрывы ложатся не по самим населенным пунктам, а по отдельным строениям или по отдельным объектам инфраструктуры. Что касается самого горячего направления, Бахмут. В Бахмуте ситуация остается крайне тяжелой, но скажу так, что гарнизон города в принципе довольно успешно отражает все атаки противника. И довольно неплохо мы стабильно держим южный фланг за городом Бахмутом. Северный фланг за Бахмутом, здесь обстановка будет похуже. Противник иногда имеет частичный успех в плане продвижения на несколько сот метров в глубину нашей территории. Но в основном, я бы даже сказал, что если брать на протяжении последней недели, то скорее всего тенденция идет к тому, что российские войска выходят на плато. На плато своих возможностей. Ну, ничем они больше удивить нас не могут. Увеличить количество атак, да. Это нам создаст определенные сложности. Но бросить там в бой свежие резервы, да, они могут. Но опять же только людские. С техникой и вооружением у них довольно, я бы сказал, сильно напряженная ситуация. Ну, и спускаемся ниже. Поэтому Бахмут пока стоит. Ситуация там крайне тяжелая. Крайне тяжелая. Но тем не менее, мы держим оборону. И за последние несколько, уже даже суток, я бы отметил, мы более-менее ее стабилизировали. Я имею ввиду оборону как в самом городе, так и на северном и южном флангах за городом. Что касается Авдеевки, тут очень интересные события начинают развиваться. Дело в том, что российское командование, видимо, решило создать второй очаг напряженности, это Авдеевку. И Авдеевку они пытаются развивать наступательные действия точно по тому же лекалу, как и на Бахмуте. Видимо, ну, как мы говорим постоянно, что они, может быть, и понимают, что происходит, сущность процессов, но они ничему не учатся или не могут обучаться. Поэтому они начинают на Авдеевке применять те же методы, это штурмы, людские волны атак на нашей позиции с попыткой прорвать оборону или продавить оборону, вытолкать нас, просто вытолкать с рубежей обороны. Пока что все безуспешно, но тем не менее интенсивность потихоньку вот этих волн наступления со стороны Российской Федерации, она начинает нарастать именно на Авдеевском направлении, именно вокруг населенного пункта Авдеевка. Там тоже небольшой выступ на карте, если вы внимательно посмотрите, и, видимо, в Генеральном штабе Российской Федерации решили, а что бы не попробовать. Вот мы Бахмут вроде как полукольцо взяли, давайте попробуем теперь Авдеевку взять в полукольцо. Там же никто не смотрит на количество потерь или на количество необходимых ресурсов для того, чтобы это осуществить. Нет. Они пытаются найти какой-то позитив в своих действиях или обеспечить, точнее, позитив в своих действиях, чтобы отрапортовать Путину о том, что задача, политическая задача по оккупации или по захвату Донецкой и Луганской области выполняется. И тому орать на них не надо, и они, в принципе, стараются как могут, как в той присказке. Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет. Вот российский генеральный штаб воюет, пытается воевать так, как умеет. Еще южнее, запорожское направление. Здесь была активность, мы сходили в небольшие атаки. Я думаю, что это, и, в принципе, сейчас некоторая информация подтверждает, что это была разведка боем. Мы прощупали оборону противника, это первый момент. И второй момент, такие походы в наступление, они дают возможность генеральному штабу оценить реакцию войск противника на том или ином участке фронта. Мы с вами этого не замечаем. Но для генерального штаба ситуация очень даже заметна и очень показательна. Почему? Потому что они видят то, что происходит за линией фронта. Просто атака там одной-двумя ротами, какого-то участка, втягивание в бой, развитие боевых действий и вроде как наступила тишина. Но дело в том, что потом разведка рассказывает, какова реакция в органах управления, какие войска куда начинают двигаться, перемещаться. Потому что Россия не может. И, кстати, сразу же есть ответная реакция. Наши атаки состоялись несколько дней назад, а сейчас российская сторона пытается атаковать на запорожском направлении наши позиции. Безуспешно, но пытается. Это ответная реакция. Которая, в принципе, она предсказуемая, она предугадываемая. Но они не могут не ответить. Это демонстрация того, что они там готовы, что у них достаточно войск и что они будут там все это защищать. Упорно и сильно. Ну и хочется отдельно отметить, наверное, Углидар. У Глидар там ситуация, ну я бы сказал, немножко даже такая нестандартная. В том плане, что вот эту 155-ю бригаду, которую мы так сильно и хорошо пошинковали, нанесли ей потери, особенно в личном составе, ее доукомплектовали мобилизованными. И эти мобилизованные особо не хотят идти в наступление. А тем более, пообщавшись, видимо, с другими военнослужащими, и когда тебе рассказали, что для россиян это не секрет, что Углидар превращен в укрепрайон, что мы там очень прочно сидим. Они не хотят идти. И командование Российской Федерации принимает решение прислать еще одну бригаду с Восточного военного округа. То есть оттуда же из-за Урала едет 37-я бригада. Здесь немножко, чтобы вы не путались, я разъясню. Тут небольшая получается манипуляция цифрами. Едет 37-я бригада 36-й армии. Поэтому некоторые либо путают 36-я, 37-я цифры, а некоторые говорят, что две бригады едет. Нет, едет одна бригада. Предположительное время развертывания этой бригады 24 марта здесь уже в Украине на Запорожском направлении. Так что после 24 марта мы можем ожидать в районе Углидара повышения активности со стороны войск противника. Но особенность в том, что традиции, мы говорили с вами неоднократно, традиции, они же незыблемы. Особенно в Российской Федерации, где все на скрепах построено и скрепы берутся как цемент за основу идеологии государства. Так вот, все, что было за Уралом в Советском Союзе, всегда имело характер кадрированных частей или частей сокращенного состава. Часть сокращенного состава это не более 30% укомплектованности от штата мирного времени, не военного. Есть еще понятие мирный военный штат. Так вот, бригада, которая едет, это 37-я бригада, она очень сильно недоукомплектована, как сообщает нам наша разведка. Сильно недоукомплектована, это значит, что может быть больше половины личного состава в этой бригаде на сегодняшний день есть. И вот в таком вот урезанном варианте эта бригада движется в Украину, где-то на эшелонах, в готовности, ориентировочный срок прибытия, я вам сказал, 24 марта, в готовности вступить в бой в районе Углидара. Посмотрим, как это будет выглядеть. Ну и остается Херсонское направление у нас с вами. Здесь ситуация не меняется. 27 населенных пунктов подверглись огневому воздействию со стороны российской артиллерии. Мы пытаемся вести контрбатарейную борьбу. Противник иногда периодически предпринимает попытки ведения диверсионно-разведанной деятельности. Мы их пресекаем. Ну а в остальном река Днепр является довольно хорошей преградой, естественной преградой, разделяющей противоборствующие стороны. Поэтому кроме огневых ударов артиллерии, в принципе, здесь ситуация более-менее стабильная. Ну и в завершении военной обстановки немножко статистики из того, что какой урожай собрали силы обороны за прошедшие сутки. Итак, за прошедшие сутки авиация силы обороны Украины нанесла удар по трем зенитно-ракетным комплексам БУК-М1. Семь ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов и уничтожила состав с боеприпасами врага. То есть наша артиллерия уже начинает работать. Состав с боеприпасами это уже глубина где-то километров 20 и более 30 от линии фронта. То есть наша авиация уже начинает потихонечку доставать их в глубину. И, кстати, надо отметить, смотрите, если мы добрались до таких комплексов как БУК, то есть сегодня уже не идет там речь о комплексах С-300 уничтоженных. БУК это средней дальности до 80 километров, это войсковой комплекс. Это говорит о том, что мы потихонечку очень сильно или очень успешно прорежаем систему ПВО противника. Увеличение количества парка самолетов может дать хороший результат в плане нанесения огневого поражения противнику. Вспомните, как проходила Херсонская операция на правом берегу. Мы выбили большую часть ПВО российских войск и, соответственно, наша авиация получила господство в воздухе. И при поддержке артиллерии мы вынудили противника уйти с правого берега. Так что здесь такая же примерно тенденция. Также в то же время наши защитники, имеются в виду силы обороны в общем, уничтожили российский БПЛА типа ЗАЛ. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили российский зенитно-ракетный комплекс ТОР, а это ближний радиус действия, то есть это уже войсковое ПВО. Три района сосредоточения личного состава военной техники противника и три средства радиоэлектронной борьбы оккупантов. В общей сложности за прошедшие сутки наши воины ликвидировали 700 российских захватчиков, также противник, враг потерял 5 танков, 16 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских систем, 1 беспилотник оперативно-тактического уровня, 2 средства ПВО, 8 автомобилей и 3 единицы специальной техники. Вот такие вот военные новости произошли на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Харькова до Херсона. Ну а мы продолжаем с вами по военно-политическим событиям, которые происходят вокруг Украины и в нашей стране. Ну и главное событие сегодняшнего дня это прибытие китайского лидера Си Цзипин в Москву. Очень много уже как бы в 16 часов началось, в 16.10 примерно началась встреча, личная встреча Путина и Си Цзипин. Ну видно было как Путин бежал через зал, не стоял как это надменно, ожидая гостей, а бежал навстречу с протянутой рукой, очень жал Си Цзипин руку, ну и дальше они там протокольное фото, а потом разговоры о своем, о женском. Так вот все ожидают очень много, я бы много не ожидал. Почему? Потому что они два лидера стран с тоталитарным способом правления. У обоих есть территориальные претензии на чужие территории. Естественно Си Цзипин будет отстаивать позицию. Ему выгодно, ему не выгодна война и он будет настаивать на прекращении огня. Именно вот здесь ключевое слово, что Китай, вот посмотрите, ну это мой прогноз, лично мое мнение, что Китай будет настаивать на переговорном процессе. Типа стоп, прекратили стрелять, сели за стол переговоров. А потом уже все остальное, уважение церенитета, территориальной целостности. Ну мы с вами 9 лет сидели, 8 лет мы сидели за столом переговоров. И что толку? Что толку в этой... Три дня мы были перестрелки, что толку в этой безделке, писал когда-то поэт про Бородинское сражение. То же самое здесь. Сесть за стол переговоров, это значит дать возможность России застолбить те завоевания, которые она имеет на сегодняшний день. Захват наших территорий, огромные территории, которые удерживает сегодня Российская Федерация. И переговоры это бесконечный процесс. Бесконечный. Вот на этом будет настаивать Китай. Им очень мешает Китаю наша война. Но кстати, обратите внимание, Китай выдерживает в политикуме, выдерживает ту же самую риторику, которую выдерживает Кремль. Китай не называет нашу войну войной. Они называют это украинский кризис. Не российский кризис, а украинский. Не война России против Украины, не массированное вооруженное вторжение. Нет. Оказывается у нас украинский кризис. Естественно, это ставит Китай в позицию Российской Федерации. Китаю надо сохранить, скорее всего, надо сохранить Путина при власти. Для этого надо помочь Путину сохранить лицо. За это Путин отдаст все, что угодно. За прекращение огня и столбление всех захваченных территорий. Китай, как всегда, получит самую большую выгоду и будет выглядеть великим миротворцем. Так они себе возомнили, скорее всего. И будет утрет нос Соединенным Штатам. Будет сохранить Путина при власти. И Путин за вот такую поддержку отдаст Китаю все, что угодно. Вплоть до России, до Урала. Негласно, конечно. Это нигде не будет оглашаться. Но, тем не менее, примерно так это может быть. Может выглядеть. Посмотрим. Завтра официальная протокольная встреча. И завтра будут, скорее всего, брифинги, выходы к прессе и всему остальному. Так что давайте подождем и посмотрим. Мое мнение такое, что прорыва ждать не стоит. А вот создание для нас трудностей и неблагоприятной атмосферы со стороны Китая, это вполне, на мой взгляд, ожидаемо. Будут требовать, прекращайте огонь, садитесь за стол переговоров. Это тогда, когда мы вот-вот будем готовы к введению, к началу контрнаступления по освобождению наших территорий, захваченных Российской Федерацией. Далее. Европейский Союз. Очень хорошая новость пришла сегодня. 27 министров обороны Европейского Союза согласовали план поставки боеприпасов Украине. Нам с вами. Сумма увеличена в два раза. Речь шла об одном миллиарде евро. На сегодняшний день согласована поставка боеприпасов Украине на 2 миллиарда евро. Есть там некоторые нюансы. Ну, допустим, Чехия пишет, что столкнулась с проблемой взрывчатых веществ. Ну, как всегда, я думаю, это не проблема, потому что, вы же понимаете, возникает дефицит на рынке. Всегда найдется, это может спровоцировать рост цены на взрывчатые вещества. Ну, всегда найдется страна, которая захочет заработать и выдаст на рынок столько взрывчатых веществ, сколько будет, сможет потребить в данный рынок. Как всегда, спрос определяет предложение. Это законы рынка, их никто не отменял. Поэтому я бы не обращал. Я бы обратил внимание на то, что 2 миллиарда евро и до конца года, на эту сумму до конца года, Европейский Союз, а это 27 стран, готов поставить нам боеприпасы. Причем, там обращалось внимание и Жозе Боррель об этом говорил главный дипломат Евросоюза, что боеприпасы надо поставить в Украине сегодня и сейчас. То есть, это не будет раскачка там сегодня 100, завтра 1000, а послезавтра 10 тысяч и так далее. Нет, это сейчас, в ближайшие недели должен хлынуть поток. Причем, там согласована довольно неплохая, на мой взгляд, схема. Они же имеют запасы, войсковые запасы своих у себя на складах имеет каждая страна. Так вот, на мой взгляд, там согласована схема, что они нам начнут поставлять боеприпасы со складов своих, а себе будут закладывать и убивая двух зайцев. Первое, выполняя план поставок, второе, обновляя склады, складские запасы боеприпасов, что необходимо делать через определенный промежуток времени. У них есть возможность полностью обновить, ну или, во всяком случае, в большей степени обновить свой запас боеприпасов. Еще одно событие произошло, это то, что на сегодняшний день Украина ведет переговоры, ведет с тремя компаниями о постройке на территории Украины до 20 малых модульных реакторов. Это атомные реакторы, и их строительство будет вместо тепловых электростанций, вместо ТЭЦ и ТЭС, станций и теплоэлектроцентрали. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы переходим на зеленую энергетику, то есть мирный атом. Помните, да, когда-то была программа. Никакого угля, никакого газа для тепловых станций нам уже не надо будет. Почему модульный? Если, допустим, обычный реактор атомный, которых у нас 15, он строится и собирается вместе в самом здании. Сначала строится здание, а потом реактор собирается там на месте. И это занимает довольно длительное время. То вот эти вот малые модульные реакторы, они модульные, их привезли, собрали как конструктор. Скрутили, площадку подготовили, привезли, собрали и включили. И эти малые модульные реакторы имеют возможность, очень хорошую возможность, маневра мощности. Мощность составляет там порядка до 300 мегаватт. То есть они примерно по мощности такие же, как тепловые станции. Вот в этом их огромное преимущество. И они имеют возможность маневра мощности. То есть они могут ее снижать почти до нуля. И могут ее повышать до максимума в очень короткой... То есть они способны сглаживать от этих пиковых нагрузок. То есть выполнять функцию тепловых ТЭС и ТЭЦ, которую сегодня эти они выполняют. Но при этом это будут малые атомные реакторы модульного типа. Так что вот таких планируется построить 20. Программа может быть рассчитана 5-7-12 лет. Я так понимаю, что полное выполнение программы через 12 лет в Украине не должно остаться ни одной станции, работающей на угле. Или на газу. Если программа будет согласована и подписана нашим правительством, то мы можем перейти вот на такую вот систему энергетики. Когда пиковые нагрузки будут не тепловыми станциями гаситься, а именно вот этими малыми модульными атомными реакциями. Еще порадовала Италия. За прошедшие сутки итальянские средства массовой информации сообщили о том, что наши военнослужащие на учебном центре в Италии закончили, заканчивают точнее обучение на противоракетном комплексе САМПТ-ТИ. Это аналог комплекса Патриот, европейский аналог, совместно французско-итальянский. Италия, у них таких комплексов пять. Один развернут в Словакии, как на передовых рубежах НАТО, как в единой системе противоракетной обороны. Один они отдают нам. У них остается три комплекса на территории Италии. Ну, не будем сейчас гадать на кофейной гуще, дадут они нам еще один или не дадут. Франция нам предоставляет ракеты к этому комплексу. Ракеты очень умные, стоят от 400 тысяч до 2 миллионов евро каждая ракета. Но при этом у них коэффициент поражения даже баллистических целей может достигать 0,8-0,9-0,9. То есть до 90% вероятность поражения баллистических ракет на траектории. А это именно ракеты комплексов С-300, которые нас достают сильно. Это ракета Х-22 на 600 километров, которая летит куда попала с огромным отклонением и с ядовитым топливом на борту. Это ракеты Кинжал, те же. Кстати, будет первый опыт попыток сбить или перехватить гипер, как заявляет Российская Федерация, гиперзвуковую ракету. Кинжал. Посмотрим, как в бою покажет себя комплекс Сам-Ти. Тем не менее, я так понимаю, там было сказано в пресс-релизах итальянских СМИ, что в ближайшее время этот комплекс вместе с расчетами, нашими расчетами, прибудет в Украину. Так что, как и обещали, я так понимаю, до конца марта он встанет на боевое дежурство по охране и обороне нашего воздушного пространства. Еще одна очень интересная новость из Лондона. Лондон не остался в стороне от Международного уголовного суда. Вы знаете, что сейчас в России там просто ажиотаж и истерика. Не знаю, я бы, наверное, там некоторые, если брать их главного теперь клоуна Медведева, который, на мой взгляд, претендует на роль Жириновского, хотя он не очень плохо получается. Жириновский, хоть и своеобразно, но он говорил довольно умные вещи. Они даже иногда сами приходят к выводу, что зря мы не слушали, надо было слушать Жириновского тогда, когда он говорил. Тем не менее, они очень много нападок. И даже уже Медведев, который я упоминал здесь, пригрозил, что ракету они отправят и нанесут ракетный удар по Международному уголовному суду. Вот прямо точечно отправят оникс-ракету гиперзвуковую, опять, которая преодолевает все системы, и прямо в уголовный суд, прямо вот в этого судью, который... Ну, это... И, соответственно... А, Следственный комитет России не заставил себя долго ждать, тоже возбудил уголовное дело. Причем, самое парадоксальное, по тем же самым практически статьям, против Международного уголовного суда. Ну, вообще, конечно, нонсенс, и за рамки, как бы, сознания выходят такие шаги. Ну, тем не менее, это Россия. Как говорил классик, умом Россию не понять. Так вот, Лондон провел конференцию министров юстиции из более чем сорока стран. Они встретились в Лондоне, и они выработали единую концепцию поддержки и помощи Международному уголовному суду. Как минимум, сорок стран сейчас будут оказывать материальную поддержку для обеспечения всех процессов оперативно-следственных действий этого суда. Это огромная работа, начиная там от сбора информации и там проведения экспертиз различного типа. Плюс, они будут давать юридическую поддержку, оказывать, либо проведением этих же оперативно-следственных действий, либо каким-то другим. Но, как минимум, и, как было сказано в Лондоне, что двери открыты, и любая страна, цивилизованная страна, может присоединиться к работе Международного уголовного суда. То есть, вот этот ордер дал толчок, такой, я бы сказал, очень серьезный толчок к развитию событий вокруг расследования военных преступлений. Путина персонально, потому что он, как верховный главнокомандующий по Конституции России, он отдавал приказ. И государство Российская Федерация, как страна-агрессор, которая совершила акт военной агрессии против Украины. Так что, а в результате, кстати, ну очень много задают вопросов, почему по детям возбудили, а по военным преступлениям не возбудили. К сожалению, так сработала ООН. Вот Комиссия ООН по защите прав детей, она четко определила, что это геноцид и это военное преступление. Насильная депротация несовершеннолетних детей. А вот Комиссия по правам человека, привет генеральному секретарю ООН, Комиссия по правам человека не увидела геноцида со стороны российских войск в Украине против наших граждан, против нашего населения. И поэтому у Международного уголовного суда пока, пока нет оснований. Но в ходе оперативно-следственных действий будет появляться, естественно, доказательная база геноцида российских войск или Российской Федерации против нас, против украинцев на нашей территории. И будут, естественно, документироваться или приобщаться к делу уже задокументированные факты военных преступлений российской армии, российских военнослужащих на территории Украины. И, соответственно, суд может квалифицировать это как военное преступление уже против гражданского населения. И в этом случае у суда есть два варианта. Либо он это выводит в отдельное производство, и мы получаем уголовное дело по факту совершения военных преступлений в отношении мирного населения или гражданского населения на территории Украины. Но так как ответчик один и истец, в принципе, а истец может быть коллективным, ответчик один, то суд может просто дополнить уголовные статьи к тому иску или к тому делу, по которому сегодня ведется расследование. То есть объединить этих два дела в одно. Так что не ровен час мы можем услышать в формулировке Международного уголовного суда, что там расследуется не только геноцид против детей, но и геноцид против населения Украины. И тогда будет полный комплект по военным преступлениям Российской Федерации во главе с Путиным в Украине. Вот такие вот, вот такие вот, и еще отметить несколько маленьких новостей на, ну вы знаете, да, что Путин посетил, очень много, кстати, и вопросов по этому поводу, и, наверное, давайте я тоже отмечу, Путин посетил, якобы посетил Крым и Мариуполь. Почему говорю якобы? Сейчас уже много там найдено отличительных черт, как в той загадке, две картинки, да, найдите отличия. Так вот, начиная от того, что в ходе посещения оккупированных или аннексированных территорий Украины у Путина почему-то появился второй подбородок, и довольно большой, висящий, аж практически висящий до груди. Вот, плюс он не то что хромал, он кульгал в Крыму. Нет ни одной публичной сцены с людьми, где бы он выходил к людям, или где бы съемки происходили на улице. Сцены в Мариуполе, они как-то так больше похожи на декорации. Тем более, что в Мариуполе это снималось вообще в вечернее время, а сейчас уже темнеет поздно, сегодня, извините, тогда было 18 марта. А как же комендантский час? И в Мариуполе рвутся, происходят взрывы, причем довольно с большой регулярностью. И как это? Путин, когда едет на кортежи по Москве, так перекрывается вся Москва. Вся Москва людям, москвичам говорят, не высовывайтесь в окна, иначе снайпер может сделать выстрел. И во лбу у вас будет дырка, причем большая, как минимум 12,7 мм. А тут в Мариуполе разгуливают без охраны, ничего не отцеплено, прилетает на стареньком Ми-8 вертолете. А где же бронированный вертолет Путина? С эскортом? Где истребители, которые прикрывали борт президента Российской Федерации? И почему, когда он едет за рулем, где кортеж с мигалками, где освещение улиц, едут по темной улице, и картинка на лобовом стекле почти статическая? То есть машина почти стоит на месте. То есть вопросов миллион по этому поводу. Узкий круг окружения, те, кто там ему показывал эту филармонию, потом церковь они куда посетили, плюс подбородок, плюс сильное хромание, при этом отличная жестикуляция руками, опять же. Хотя все знают, что у Путина проблемы с двигательным аппаратом, и он особо руками сильно не машет. Ну и очень интересный выкрик женщины, похоже, что женщин, женский голос, когда в Мариуполе выкрик из толпы, что это все показуха. Что это неправда, это все показуха. Кстати, то, что это не вырезали и не затерли звук на видео, прежде чем пустить в эфир, это еще один штрих к следующей новости, которую я сейчас оглашу. И которая станет как бы вишенкой на торте и новостью на пассажок в разделе военно-политических новостей. Так вот, наша разведка, вот я говорю, не затерли звук, не зря не затерли звук на видео с Путиным, на мой взгляд. Это мое субъективное мнение, но тем не менее. Потому что есть очень много желающих, именно желающих того, чтобы в Российской Федерации общество услышало этот крик. Что царь не настоящий, король голый, понимаете. Есть заинтересованные лица, причем настолько высоко, что они могут дать команду не трогать, оставить звук в оригинале. А может быть и выкрик был специально сделан. Так вот, наше главное управление разведки, помните, кстати, вот тоже еще один штрих к тому, что мне там пишут в комментариях, что я так всегда рассказываю про Кремль, как будто у меня там свои люди, чуть ли не разведчики там или агентура. Нет, я просто напомню слова, опять же, начальника нашего главного управления разведки, главного нашего разведчика генерала Буданова. Помните, он еще в мае месяце, по-моему, или в июне, неважно. Он сказал, что как только в бункере у Путина заканчивается самое секретное совещание, через пять минут стенограмма этого совещания уже у нас, уже в Украине. Так что, то, что происходит на России, для нас абсолютно не является секретом. А чем ближе к поражению Российской Федерации в Украине, тем больше желающих эти секреты продать. Сегодня, как любой, предлагает военную тайну, чтобы наша страна или наша разведка купила у российского чиновника или политика эту тайну. Потому что он не знает, куда ему бежать и где спасаться. Так вот, главное управление разведки Украины говорит о том, что среди российского эстеблишмента, среди высших эшелонов власти на России, начинает искать преемника Путина. Что в башнях Кремля, знаете, башен, пять кланов, ну как-то так символично совпало, это уже давно. Там растет недовольство ситуации в Российской Федерации, и они прекрасно понимают, что надо вождя. Акилла промахнулся, и что, соответственно, его надо менять. Вот, может быть, поэтому вот этот крик, здесь все показуха, это все не настоящее, и прозвучал на всю Российскую Федерацию. Это крутили все федеральные каналы в России, это печатали все средства массовой информации, электронные, бумажные, какие-какие только угодно. Ну что ж, на этом мы военный, военно-политический блок нашего видео закончим. Я по традиции делаю паузу, у вас, кто не подписан, есть возможность подписаться и время подписаться на мой канал, поставить уведомления о появлении новых видео, чтобы вы их могли, что, во-первых, вовремя это увидели, а услышали, и, во-вторых, чтобы вы могли посмотреть эти видео в оригинале. Если нравится это видео, поставьте лайк, тогда его смогут увидеть как можно большее количество людей. Ну и через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами ответом на вопросы, которые вы задали в предыдущем видео, и первым вопросом сегодняшнего дня будет следующий. Следующий. А как вы думаете, а не выгодно ли наносить контурда не на юге, а в районе Бахмута? Ведь продвинувшись вперед, войска Российской Федерации не имеют таких подготовленных линий обороны, как в местах, где они давно сидят. К тому же они обескровлены наступлением. Заранее спасибо. Еще один вариант. Вот мы на прошлой неделе рассматривали вариант выхода к Азовскому морю через Запорожское направление и через, будем говорить так, западную часть, ну от Углидара я имею в виду, западную часть Донецкого оперативного направления. Потом, вчера буквально мы обсуждали с вами вариант движения наших войск вдоль государственной границы, то есть от Харьковской области на Луганск, Донецк, Мариуполь. Вот таким вот образом. И вот, пожалуйста, еще один вариант. Это здесь же, на Бахмутском направлении, после обескравливания и изматывания, максимального изматывания российских войск, да, действительно, у них там рубежи обороны, они не строят. Они даже окопы не успевают толком отрыть, потому как они пытаются продвигаться. И даже продвижение на 100-200 метров не дает им возможности оборудовать, нормально оборудовать линии обороны. Они постоянно толкают свой личный состав вперед, что и приводит, возможно, вполне возможно. Я думаю, что в Генеральном штабе там собирают варианты этого самого. Я, конечно, шучу, но то, что Генеральный штаб прорабатывает несколько вариантов, даже не буду говорить, сколько предполагать, потому что это гадание на кофейной гуще, но поверьте, они рассматривают все варианты. В том числе и вариант, допустим, перехода в контрнаступление на Бахмутском оперативном направлении. Скажите, пожалуйста, чем отличается станция радиоэлектронной борьбы от станции постановки помех? Спасибо. Отличаются возможностями. Станция постановки помеха – это, ну, будем так говорить, половина от станции радиоэлектронной борьбы. Единственное, у нее, как бы, есть преимущество, точнее, не преимущество, а основные характеристики станции постановки помех – это ширина диапазона, которую она может перекрыть, и дальность действия постановки помех. Вот две характеристики у этой станции. Это обыкновенная глушилка. Кстати, в Советском Союзе они были очень хорошо развиты, причем на очень разных масштабах, особенно на коротких волнах. Почему? Потому что там вещали западные радиостанции, помните, да, «Голос Америки», «Свободная Европа» или «Радио Свободная Европа». Вот, и они, как считало советское политическое руководство, несли антисоветчину, поэтому их глушили. Так вот, вот это вот глушилки, это станции постановки помех. Они на вот тех частотах, которые, и там плавала частота, ты слушаешь, когда «Голос Америки», и вот «Голос диктора» пробивается через помехи, а потом уходит, как бы, за них. Потом опять пробил. Вот так вот частота плавала, приходилось сидеть, постоянно крутить приемник, какой там был у нас самый популярный, «ВЭФ», «Спидола». Такие самые мощные, неплохие, которые именно ловили вот эти «Голоса». Вот это станция постановки помех. Все, она больше ничего не может делать. Ей дается частота, и они, если это, ну, допустим, узкополосная станция, то ей дается частота. Она глушит определенную частоту, на которой может работать средство связи противоборствующей стороны. Если это широкополосная станция, то она берет от сих до сих. Вот она берет полосу, и она ее глушит. Все, там сплошные шумы, свисты, и все, и ничего, и никакой связи там в этом нет. А вот станция радиоэлектронной борьбы, у нее очень широкий функционал. Она слушает эфир, она ведет разведывательное действие, ну, работает в качестве пеленгатора, будем так говорить. Она полностью слушает эфир, обнаруживает станции, она может проводить перехват переговоров, может делать расшифровку этих переговоров, вот, и потом либо самостоятельно ставить помехи, глушить, или вклиниваться в эти переговоры под видом абонента этой сети, которую они прослушали, допустим, позывной запомнили, запомнили и вошли в эфир с позывным, с этим же позывным. И начинают переговоры перетягивать на себя. Если надо просто обнаружили, наконец-то нашли там какую-то станцию противника, да, и надо ее срочно заглушить, они включают постановку помех на этой частоте. Вот что такое станция радиоэлектронной борьбы. То есть это комплексная станция, которая выполняет комплекс мероприятий по пеленгации, обнаружению и подавлению средств связи противника. Станция постановки помех только ставит помехи. Либо в узком диапазоне, либо в широком диапазоне. Известно, что Турция в настоящее время не пропускает российские военные корабли через Босфор. А пропускает ли она через Босфор торговые суда Российской Федерации? Заранее, как всегда, благодарен вам за ответ. Михаил из Подмосковья. Ну вы у нас активный такой задаватель вопросов. Смотрите, дело в том, что Турция не пропускает корабли, военные корабли, не Черноморского флота. Это позволяет доктрина Монтрё. На усмотрение Турции. Наличие военных кораблей, которые не приписаны в портах Черноморского бассейна. Вот корабли Черноморской эскадры Турция не может не пропустить. Если порт приписки Новороссийск, то она, или, допустим, порт приписки, там, какой у них еще есть, на Азовском море, да, допустим, там Тамань. То Турция не может не пропустить. Но Черноморская эскадра вся здесь. А вот те корабли, которые, это корабли, которые пришли с других флотов. С Балтийского флота, с Северного флота. Были с Тихоокеанского флота корабли. И они, кстати, ушли, в конце концов, обратно, потому как технически они не смогли, ну, больше не выдерживала техника. Их надо ставить на ремонт. Они очень старые. Вот. Поэтому они потихонечку, где-то уже давно, уже где-то полгода назад, Тихоокеанские корабли из состава Средиземноморской группировки Российской Федерации, они ушли в порт приписки к себе туда, на Дальний Восток. Вот. Поэтому эти она не пускает. А вот торговые суда, по ним никаких ограничений нет. Причем даже торговые суда могут проходить и с вооружением на борту. Тут юридически нет никаких оснований. Если это оружие принадлежит Российской Федерации, помните, летом Россия вывозила из Сирии ракеты комплексом С-300, вывозила технику, вывозила личный состав. И мы все возмущались, но, к сожалению, у Турции нет оснований для того, чтобы не пропустить гражданские суда, даже с военными грузами на борту. Поэтому Россия этим пользуется, и Турция ничего сделать в этом плане не может. Так что все гражданские суда, вот так правильно будет сказать, те же танкеры, Новороссийск, основной нефтяной терминал России по поставке нефти на экспорт. Он работает, танкеры ходят, никаких проблем, везут нефть покупателям, кто еще покупает эту нефть у Российской Федерации. Так что все торговые суда свободно перемещаются, если нет каких-то ограничений на само судно, его владельца, или если не наложены некие штрафные санкции. Добрый вечер, дякую за информацию. Чем можете пояснить, что такое СССР и их роль в войне проти России? Смотрите, силы специальных операций, в принципе, это новый род войск, их выделяют теперь как отдельный род войск. Раньше это были части спецназа, но они и сейчас остались, называются части специального назначения, но теперь они входят в единую систему сил специальных операций. То есть все спецназовские части объединены в единую систему сил специальных операций. Как называется, так и воюют. Именно специальные операции. Раскрыть всю специфику невозможно, это будет надо отдельную лекцию читать, тем более большая часть материала этой лекции будет секретная, потому как это именно специальные операции. Но их роль огромная. Вот сейчас в Бахмуте нашим войскам помогают силы специальных операций. В Северодонецке помогали силы специальных операций удерживать город. Сейчас Бахмут помогает удерживать город. У них особенный характер ведения боевых действий. Они никогда не вступают в открытые боевые столкновения. Они занимаются, из того, что мы с вами знаем, из открытых источников, они занимаются в том числе и разведывательно-диверсионной деятельностью. Вот летом была информация в открытых источниках о том, что наши силы специальных операций провели успешную операцию по освобождению из плена нескольких человек. Они проникли в Херсон, и в Херсоне из следственного изолятора вытащили несколько человек и привезли на подконтрольную нам территорию. Вот это специальная операция, которую проводили наши силы. Я не исключаю, что вот эти взрывы, которые там где-то на Азузском побережье гремят, в городах глубоко от линии фронта на оккупированных территориях, это могут быть силы специальных операций. Движение сопротивления обеспечивается, снабжается и поддерживается только благодаря силам специальных операций. Вот это их роль и место. Место их, как она говорит, работа их не видна, но очень ощутимо. Я бы так их охарактеризовал. Что такое силы специальных операций и их роль и место в этой войне. Что, по вашему мнению, ждет такие города, как Краматорский и Славянск? Спасибо за информацию. Ну, к сожалению, скажу так, что Краматорский и Славянск, на мой взгляд, ждут только обстрелы. И, возможно, они будут увеличиваться, как ракетные, так и артиллерийские, из той артиллерии, которая сейчас достает до этих городов. Я не думаю, что, ну, практически уверен в том, что не дойдет до боевых столкновений, что линия фронта не дойдет туда, очень далеко. И темпы продвижения российских войск вы сами видите по карте. Очень хорошо видно это в динамике на карте, что они за, сколько, три месяца штурма, они продвинулись всего лишь на несколько километров. Даже десятка километров нету в продвижении российских войск. А сейчас они начинают выдыхаться. Как бы они ни крутили, как бы они ни похвалились, но темп наступления начинает спадать. По разным причинам. И моральной усталости, и нехватке техники, и нежеланием мобилизованных особо воевать. Вот, даже под угрозой расстрела, таких желающих становится, не участвовать в боевых действиях, таких желающих становится все больше и больше. Вот, поэтому я думаю, что Краматорск и Славянск ожидают только обстрелы с тех видов вооружения, которые достают до этих городов, к сожалению. Вот, а с переходом в контрнаступление будем надеяться, что линия фронта будет отодвигаться все дальше и дальше от этих городов. Но, конечно же, надо быть готовым ко всему, и территориальная оборона должна быть готова ко всему, и рубежи обороны должны быть оборудованы вокруг этих городов. Но, вероятность их применения, или их участия в боевых действиях, или для боевых постройки, для боевых действий, на сегодняшний день, я бы сказал, что практически минимальная, практически равна нулю. Литва начала передавать израильские радары для Украины. Пожалуйста, оцените их возможности, поможет ли нам хоть чуть-чуть. Дякую, перемоги. Смотрите, да, конечно, поможет. Это огромное подспорье в том плане, что это же радары раннего обнаружения пусков баллистических ракет. И эти радары будут размещаться, вот, кстати, они могут очень помочь Харькову. Если их разместить вдоль границы государственной, то они будут давать точное время пусков этих ракет. Тогда будет больше времени на реакцию наших сил ПРО по сбитию этих ракет. Ну, это, допустим, с приходом тех же самых комплексов Патриот. Для наших войск это будет очень большое подспорье. Плюс эти радары могут работать в единой системе оповещения. Они сделаны по западным стандартам и они могут включаться в единую систему противовоздушной обороны страны. Поэтому их размещение будет очень и очень для нас выгодным и поможет нам. Это, понимаете, как мы шире открываем глаза и уши нашей системы ПВО и ПРО для борьбы с воздушными целями противника. Вот так даже я бы сказал. Ну, надеюсь, что это первый шаг. Сегодня Литва передает израильские радары. Завтра Израиль, может быть, что-то нам передаст. Добрый вечер. После войны очень много будет заминированных территорий. Как вы думаете, есть ли роботы для разминирования и можно ли с помощью магнита вытягивать мины? Я знаю, что металл грузят электромагнитом. Так, я так понимаю, почему отобрал. Есть еще вопрос такого же характера. Я так понимаю, что наши аграрии начинают проявлять уже заранее очень опасную инициативу. Роботы для разминирования есть. И мы их применяем. И сегодня везут, уже везут в Украину, несмотря на то, что есть опасность попасть под ракетные удары со стороны Российской Федерации. Но эти роботы привозят, эти роботы помогают разминировать территории. И мы стараемся эти территории, территории просто огромные. Огромные и Россия ставила российские военные. Это, кстати, тоже должно, я думаю, что будет отмечено в акте уголовного суда о массовом минировании территорий. И не предоставлении нам формуляров или каким-то международным организациям формуляром по расстановке этих минных полей. На каждое минное поле составляется формуляр. Так, во всяком случае, учит книжка. И, соответственно, когда территория освобождается, то международные организации, которые занимаются вот этими вопросами разминирования и гуманитарной помощи, как правило, являются посредниками в передаче формуляров минных полей. Я так понимаю, Россия, конечно же, ничего нам передавать не собирается. Поэтому разминирование идет, конечно же, не такими темпами, как нам бы хотелось. Я думаю, что самые большие темпы разминирования будут после войны, после нашей перемоги, когда мы сможем безопасно предоставить возможность. И, скорее всего, наверное, так и будет. Правительство должно разработать программу и обратиться за международной помощью по разминированию территорий. Вот тогда да. Сейчас, почему я отмечаю, что опасная тенденция, вот этот вопрос про магнит. Меня очень сильно насторожил. Дело в том, что корпус противопехотной мины сделан из текстолита. Так что магнит не поможет снять противопехотную мину. Там только взрыватель и, в принципе, все. Только взрыватель у него имеет металлические детали. Все остальное там не магнитное. Вы не снимете противопехотную мину. А зацепив взрыватель, вы можете еще ее подорвать. Это опасность. И противопехотная мина, она устанавливается непосредственно на поверхности. Потому что на нее надо наступить, чтобы она сработала. Или зацепить растяжку, если это мина не наземного расположения, а, допустим, которая либо ставится на треножки, либо цепляется на дерево и так далее. Они тоже пластиковые. Противотанковая мина старого образца, она в металлическом корпусе. Но там очень тонкий металл. Там же нужен фугас, фугасный взрыв для того, чтобы максимально повредить тяжелую технику. Бронетранспортер, БМП, танк, машину, которая наедет на мину с усилием, нажмет на мину с усилием более 160 килограмм. Поэтому вы тоже магнитом ее не вытаскиваете. А эти мины противотанковые, они закапываются на глубину 10-15 сантиметров от поверхности земли. Накрываются дерном, маскируются. Вы не вытащите ее магнитом. Но еще не забывайте, что каждая мина может устанавливаться. Есть такой способ установки мины, называется неизвлекаемость. Я уже рассказывал об этом. Поэтому если вы сдвинете ее с места, не факт, что она не взорвется. А еще Российская Федерация, у России, к сожалению, величайший, богатейший опыт чеченских войн. И они научились даже, ну это еще с Афганистана пошло, даже под тела убитых, и гражданских, и военных, они научились подкладывать мины-ловушки. И когда они минируют, очень часто наши саперы встречают, там двухэтажка называется, когда под одной миной стоит другая мина. И вы вроде бы верхнюю мину обезвредили, разминировали. Вы ее поднимаете, сапер ее поднимает, а под ней вторая мина, она срабатывает. Понимаете? Поэтому вообще даже не думайте, не лезьте в вопросы разминирования. Если что-то увидели, ставьте веху, чтобы это можно было легко найти с каким-то обозначением. Втыкайте какой-то колышек и сообщайте в государственную службу по чрезвычайным ситуациям. Поэтому не надо с какими-то электромагнитами на тралле тащить его, чтобы он поднял мину. Это может закончиться для вас довольно плачевно. Не лезьте. А роботы, если правительство сделает все грамотно и объявит это гуманитарной операцией, международной гуманитарной операцией, создаст условия для иностранных инвесторов из заинтересованных сторон, то поверьте, здесь будет целая толпа волонтеров, фирм, инвесторов, все приедут со своими роботами. Кстати, даже эти, Бостонс Динамик, собаки электронные, которыми вирусные видео остановились с ними, они уже в Украине, и они будут помогать в вопросах разминирования. Даже вот вам, пожалуйста, яркий пример. Поэтому не надо привязывать электромагнит к трактору и таскать его по полю для того, чтобы... Кстати, сразу отвечу на вопрос был еще про катер на воздушной подушке или машину на воздушной подушке, которая бы тащила за собой какой-то тралл по полю. Во-первых, у вас от поля ничего не останется, потому что машина на воздушной подушке, она нагнетает воздух под себя, из-под нее вылетает все. Вы как раз этой машиной снимите весь плодородный слой почвы, который там сколько, 20-30 сантиметров составляет, как говорят аграрии. Вы его выдуете просто-напросто. Это будет куча пыли, пылища, и поле будет непригодное для посадки. Это раз. Во-вторых, если этот тралл или барана, которую он будет тащить, она подорвется, и потом даст по голове тому, кто сидит за рулем этой машины. Она может упасть на эту же машину. Тем более, что она к ней будет привязана тросом, и, скорее всего, вероятность такая очень-очень высока. Поэтому не надо устраивать самодеятельность по разминированию. Помогайте ДСНС или ГСЧС их обнаруживать, но не более того. А разминирование оставьте профессионалу. Как происходит проверка брошенной трофейной техники из складов с боеприпасами на предмет наличия мин, растяжек? Ведь не всегда расисты просто бросают технику. Наверняка они оставляют ловушки. Буду благодарен за ответ. Слава Украине, вооруженным силам Украины. Спасибо за информацию. Ну вот, это, в принципе, продолжение предыдущего вопроса, в котором я, в принципе, про минные ловушки рассказал. А как с ними борются? Дело в том, что сразу же вызывают саперов. Вот как только обнаруживают вот такие бросания боекомплекта, если это действительно они в попыхах, да даже если они в попыхах убегали, там на машину попрыгали и уехали, и все бросили, и технику там поломавшуюся или не завевшуюся, или боеприпасы, все равно без визуального осмотра и проверки саперами, ни в коем случае нельзя подходить и сразу начинать там залазить технику, проверять ее и так далее. Может лежать в любом месте, в любом. Просто даже граната с выдернутой чекой и поджатая люком, открыть люк и все, вот вам взрыв. Поэтому приходят саперы и проверяют на предмет ловушек. Поверьте, у людей уже такой опыт, что, во-первых, глаз наметан, они сразу видят, где что не так лежит, не так торчит, не так выглядит. Во-вторых, с их опытом они осматривают, и если они говорят, что все нормально, можете заходить брать, можно тогда заходить и брать. Так что, эту работу выполняет, естественно, сапер. Для этого есть в каждом подразделении, есть сапер, ну или вызывает специализированное подразделение, которое проводит первичный осмотр тех мест и ставит табличку. Видите, есть вещи, которые в войне, ни в одной войне не меняются никогда. Табличка «Мин нет», проверенная «Мин нет», она сегодня актуальна, особенно на линии фронта, там, где мы продвигаемся вперед и гоним врага с нашей территории. «Доброго времени суток! На ваш взгляд, после войны, может ли Украина быть вооружена американскими стратегическими бомбардировщиками и ракетами к ним, вне блока НАТО, до принятия в альянс?» Спасибо за ответ. Да, думаю, что вполне может быть. Смотрите, мы после нашей перемоги, будет уже готов, я так понимаю, будет готов план перевооружения Украины. НАТО на последнем саммите, который был летом прошлого года, как и сказал Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, оно берет на себя, как бы, обязательства в плане оказания помощи, и они сейчас разрабатывают и будут проводить программу помощи Украине по модернизации и перевооружению наших сил обороны. И туда будет включаться все, от пистолета до стратегического бомбардировщика. Естественно, нам, на каких условиях нам дадут это вооружение, это уже вопрос, будем говорить так, 59-й. Это будет уже вопрос договорных отношений. Может быть, может быть, это вообще было бы чудо, может быть мы на базе своих, у нас же шикарная транспортная авиация, почему нам не сделать на базе транспортника, не сделать прекрасный там стратегический бомбардировщик с большой дальностью полета. Может быть и так быть, ну это варианты, понимаете, варианты на тему. Но, тем не менее, то, что нам дадут, то, что будет строиться флот, и возможно даже не москитный, а что-то посерьезнее, то, что у нас будут стратегические бомбардировщики, тоже это все будет входить в эту программу. Я даже в этом не сомневаюсь. Поэтому вполне возможно, что мы получим, ну может быть не Б-52, а что-то попроще, но, тем не менее, стратегов мы получим, стратегического бомбардировщика. Здравствуйте! Какие для вас ходы нашего генштаба вызывают приятное удивление? Расскажите, интересно. Ну, вы знаете, много, конечно, было ходов со стороны генштаба, но, если смотреть, мне больше интересен первый период войны, когда ситуация выглядела крайне безнадежной, а в результате мы не только выстояли, а еще и мудрились нанести огромное поражение российские войска. Ну, первое, это, наверное, контрудар в районе Макарова, когда русские вообще, они даже не представляли, что вооруженные силы Украины, в состоянии проводить такие действия. Для них это был просто шок. В районе Макарова этот контрудар очень сильно подрезал силы, которые стояли вот в районе Буча, Ерпеня, Ворзеля, вот эту стрелочку российских войск. Это раз. Второе, как мы загнали знаменитую 1-ю гвардейскую танковую армию в районе Броваров, мы загнали их в лесной массив. И танковая армия была вынуждена передвигаться только просеками. Вы же знаете, в лесу все просеки, они прямо и перпендикулярно, по-другому не расположены, параллельно и перпендикулярно. И наша артиллерия гоняла там эту танковую дивизию, гоняла ее вдоль и поперек по этим просекам. Кстати, потом это вылилось... Во-первых, мы настолько сильно снизили морально-боевой дух российских солдат, что там произошел вот этот случай курьезный, он войдет еще в историю, во всех учебниках будет, когда командир полка пытался заставить солдат вернуться, построиться в колонну и вернуться в бой, а механик-водитель взял и переехал к командира полка танка. Он там в тяжелом состоянии был, доставлен потом в Белоруссию, не знаю дальнейшая судьба, выжил, не выжил, неважно, но сам факт. И это первое. И второй момент, что командующий первой танковой армии был снят с должности за необоснованные потери. То есть мы начали громить первую танковую армию вот там в лесах под Браварами, загнав их в лесной массив. Вот это для меня, ну, вот такие решения, генералы, это же было сделано, ну, это же не просто так они туда заехали, надо же было и так, такие создать условия, чтобы российские войска пошли именно в том направлении. Ну, а остальные, конечно, самые крупные операции, это Изюмская операция и Херсонская операция. Ну, вот тут уже, как бы, по-моему, разложили все по косточкам и по полочкам. Вот. Ну, было много, много еще таких других, более, более мелких операций. Вот. Ну, вот две, которые самые, на мой взгляд, в самый тяжелый момент, когда мы еще не понимали, возьмут завтра Киев, будут бои в Киеве завтра или не будут. Вот. Когда тут уже стояла вокруг Киева артиллерия, отбивалась, как могла и так далее. И вот таких два эпизода произошли, благодаря нашему главнокомандующему, генералу Залужному. Добрый день. У меня вопрос. Сколько, на ваше мнение, будет проходить наша контрнаступательная операция? По времени это будет больше, чем была Харьковская. Ну, во-первых, два раза нельзя войти в одну и ту же реку. Поэтому повтор Харьковской операции, он может быть и возможен, но в немножко других интерпретациях. Во всяком случае, точно могу сказать, что повторить скорость продвижения, как в Харьковской операции, ну, наверное, будет очень сложно. Почему? Потому что плотность войск довольно большая. Тогда на территории Украины было где-то порядка 150, там, 120 даже тысяч, с учетом потери. Даже с учетом того, что северная группировка российских войск была переброшена на восток, то плотность войск здесь была, ну, как минимум, раза в четыре ниже, чем сейчас. Поэтому такую скорость повторить вряд ли удастся. И на это рассчитывать не стоит. Но что-то наподобие Харьковской операции, я маневренного, глубокого маневренного прорыва, я вполне ожидаю от наших войск, от нашего генерального штаба, что такой вариант вполне возможен. На каком участке, даже не берусь предполагать. Даже не берусь. Мы уже много раз, неоднократно с вами обсуждали возможные варианты, но где примет решение генштаб, и какие подготовительные меры будут для этого приняты и проведены, сказать на сегодняшний день очень и очень сложно. По времени, я думаю, что контрнаступление может растянуться и на несколько месяцев. На два месяца, месяц-два это точно будет проходить контрнаступательная операция. Почему? Потому что глубина проведения операции в среднем у нас будет составлять где-то порядка 100 километров. Это такую полосу вдоль нашей границы занимает даже больше 150 километров. Ну в среднем 100, где-то уже, где-то шире. 100 километров это довольно большая дистанция, с учетом того, что еще в этих 100 километрах будут очаги обороны противника, которые они сегодня интенсивно создают в более-менее средних и крупных населенных пунктах на оккупированной территории. Там особенности в Донецкой области плотная застройка, агломерации жилой застройки. Там считайте, что сплошная зона укреплений, потому как они используют, видите, жилые застройки в качестве оборонительных рубежей. Вот. И при этом сносят их с лица земли для того, чтобы не дать нам ими воспользоваться. Ну и плюс они, вот как, допустим, мы знаем, в Волновахе, в Мариуполе, ой, в Мелитополе, они создают Бердянске, они роют окопы, создают тоже что-то наподобие укрепрайона. Поэтому я думаю, что это займет несколько месяцев контрнаступательной операции. Главное, чтобы у нас хватило сил и запасов, материальных запасов для ее успешного завершения. Чтобы мы не остановились на полдороги. А может быть, не знаем, как ситуация политическая сложится, может это поспособствует каскадному обвалу обороны противника, и враг будет просто бежать, бросая все, как это было в Харьковской операции. Посмотрим, как это будет выглядеть. Сейчас задача подготовиться к этому контрнаступлению и хорошо закончить оборонительную операцию по нанесению максимального поражения врагу. Ну что ж, на этом мы и вторую часть нашего с вами видео закончим. Остается у нас третья часть. Это комментарии, пожелания и приветствия, которые вы прислали к предыдущим видео. И звучать она будет сегодня следующим образом. Первый комментарий, опять же, относительно Китая. И звучит он так. Си правильно. Вначале к Путину едет, а потом в Киев. Объясню почему. Если бы Си считал слабаком Зеленского, то поехал бы вначале к нему. Едут к слабым вначале, чтобы потом обсудить с сильным насчет, как победить идиота. Ну, к сожалению, я не думаю, что Си займет нашу позицию. Но, в принципе, где-то в вашем комментарии логика есть. Называя Вагнера в частной военной компании, вы делаете им комплимент. По всем параметрам и международным нормам они либо незаконное вооруженное формирование, либо террористическая группировка. Да, вы абсолютно правы. С юридической точки зрения, Вагнер является незаконным вооруженным формированием. А с учетом того, что они ведут боевые действия на нашей территории, то да, их можно признать террористической организацией. Я не эксперт, але гадаю так. Мистер Бахмут як Сталинград в другу световую войну. История повторяется. Дуже много сил сконцентровано навколо Бахмута. Так, как навколо Сталинграда. Рашисти уже зрозумели, что дело пахнет смаленым, но ничего уже не в действии. Они просто идут на пролом. Або они, або мы. Боже, бережи Бахмут. Боже, бережи Збройные силы Украины. Боже, бережи Украину. Слава Иисусу Христу. Слава Збройным силам Украины. Слава Украине. Что касается Бахмута, то он оказался русским не по зубам. Солидар взяли, а Бахмут дожать не могут. Кто знает, может быть именно отсюда вооруженные силы Украины начнут весеннее контрнаступление против захватчиков. Ну, как вариант может быть. Привет из Азербайджана. Скорейшей победы. Победы Украине над фашистской агрессией. Всем здоровья, мирного неба и процветания. Хороший вечер и из Мюнхена. Ну, наверное, в Мюнхене вечер хороший. У танков на командирском люке есть перископ кругового обзора. Ну, это к тому вопросу... Ладно, будет еще один комментарий про танки, я дополню. Это к тому вопросу, помните, вчера я рассказывал, как танк осуществляет движение задним ходом. Ведь механик-водитель сидит спереди. Олег, здравствуйте. Но ведь если продвигаться вдоль государственной границы, то начнутся обстрелы с территории Российской Федерации, на которые нет политической установки отвечать. Да, согласен с вами. Это вариант... Я думаю, что в Генеральном штабе это прекрасно понимает. И этот вариант будет учитываться. Потому что это дополнительные потери с нашей стороны, если двигаться в огневом коридоре российской артиллерии. Потому что войска, которые будут отрезаны на нашей территории, тоже повернут штыки и будут пытаться прорваться к себе домой на родину. Сотрудничество Интерпола с МВД Российской Федерации было вскоре после 24.02.2023, то есть после массированного вооруженного вторжения, временно приостановлено. Так что поспредство этой организации в Москве, скорее всего, также временно закрыто. Михаил из Подмосковья. Спасибо вам, Михаил, за напоминание и такой комментарий. При каждом вылете код системы свой-чужой, код меняется чуть ли не каждую смену. Есть спецгруппа по камерам, как кассетам. Забыл уже аббревиатуру службы. Код сменный и часто по армии. Смысл вот, человек написал, напомнил, что свой-чужой, как работает автоответчик, он просто хотел напомнить нам, что система работает таким образом, что код может меняться каждую. 8 часов смена, смена меняется, меняется код. Каждая новая смена приходит со своим новым кодом автоответчиков свой-чужой, для того, чтобы противник не успел его перехватить. А меняться может либо по армиям, то есть в составе армии, там есть авиация, либо воздушной армии, либо в составе группировки войск, допустим, в масштабах, как россияне называют на войну против нас, специальные военные операции. А может быть в масштабах воздушно-космических сил России, а может быть в масштабах всей страны. Тут все определяет старший. Еще один такой комментарий, дополнение к, вот я рассказывал по поводу, отвечал точнее на вопрос, чем отличается боевая машина пехоты от бронетранспортера. Ну вот еще одно дополнение. Позвольте немного добавить по вопросу БТР и БМП. Это разделение довольно условное. Да. Есть исключения. Например, советский БТР-50 и БТР-D, десантный вариант на базе БМД-1. И американский М-113 на гусеницах. Есть и колесные БМП. Например, южноафриканский Ротель, французский БВСИАЙ. Для отделения БМП от бронетранспортеров в пограничных случаях, когда классификация не является общепринятой, применяется традиционный критерий, использованный в договоре ДОВСЭ. Калибр основного вооружения в 20 мм и более. В таких случаях это БМП. При калибре до 20 мм это БТР. Но скажу так, что тогда, на сегодняшний день, скажу так, что граница между БТР и БМП настолько размыта, что, наверное, уже даже критерий вооружения давным-давно устарел. Почему? Потому что, допустим, на БМП, точнее, что тогда сказать о бронетранспортерах, на базу которых поставлены артиллерийские орудия. 105 мм. Их называют колесными танками. Сейчас Франция передает нам эти свои колесные танки. Это бронетранспортер, у которого есть башня, в которой стоит 105-мм полевая галбица. Ствол, точнее, 105-мм полевой галбицы. Так что, я думаю, что, в принципе, критерий остается один. Это маневренность. Маневренность на поле боя. А уже боевое оснащение. Мы ставим на бронетранспортер. У нас почти все модули огневые для БТРов на основе 30-мм автоматической пушки. Тогда как? 20 мм уже давно пройдено получается. Добрый день, Олег Владимирович. Так, ага. Тогда я немножко остановлюсь на 2 минуты. Ну ладно, не будем уже. Добрый вечер, Олег Владимирович. Я бердичевлянка из Баку. Я вас помню. Вы довольно часто писали о своих впечатлениях и свои комментарии к моим видео. Сегодня в Азербайджане отмечают праздник. Наврус. День весеннего равноденствия. Сегодня наступает весна. Наступает Новый год. Я поздравляю всех азербайджанцев, кто сражается в рядах вооруженных сил Украины и приближает нашу перемогу. Байрамыс Мюбарек. Слава моей родной Украине и ее народу. Ну что ж, вот на таком оптимистическом комментарии давайте закончим сегодняшнее видео по оперативной обстановке. И я благодарю вас за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз напоминаю, что кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки этому видео, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Огромные слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает каналу. Благодаря вашей помощи у меня есть возможность записывать эти видео. Ну, а мы с вами продолжаем верить в Збройные силы Украины. Перемога наша. Слава Украине!